Сейчас общественностью активно обсуждается проект программы социально-экономического развития нашей страны на ближайшие несколько лет, в котором прописаны четыре важных аспекта. Счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и укрепление диалога между государством и обществом. Реализация некоторых из дней в городе над Богом стала обычной практикой. Конструктивным общением молодых людей с экспертами уже никого не удивишь. Но проведение таких мероприятий – дело важное. Молодежная политика сегодня, наверное, один из ведущих направлений нашего развития и будущей нашей страны. Сегодня мы закладываем фундамент того, чем будет жить наша молодежь в будущем. И как мы сегодня с ними сверим эти координаты, как мы с ними согласуем дальнейшее развитие нашей страны, нашего общества. Такой мы результат получим через несколько лет. Поэтому очень правильно и очень важно обозначена эта тема. Представители власти вместе со студентами и работающей молодежью собрались в одном месте, чтобы обсудить важные вопросы, которые касались трудоустройства, распределения условий для создания семьи и многие другие. Вы же, молодежь, придете на смену нам. Мы же люди как бы в зрелом возрасте. И через несколько лет останется все это и развитие нашей страны в руках ваших, молодежи. Поэтому надо почаще с молодежью общаться. Просто в неформальной даже обстановке. Узнать мнение, что сегодня не хватает для развития нашего государства в направлении молодежи. В учебе. Может не так процесс организован. Может быть практика неправильно организована. Это студентов касается. К слову, практика проведения открытых диалогов помогает молодым людям высказаться и быть услышанными. Что не менее важно, это возможность узнать о перспективах своего развития. Студенты, подростки боятся участвовать в этих диалогах, так как они думают, что вот руководство, там, город, да, получается, мэры, это такие люди, с которыми нельзя будет поговорить. То есть, это открытый диалог. Мы можем задавать любые вопросы, которые волнуют нас, и они с удовольствием ответят на них. Потому что они хотят тоже быть услышанными, так же, как и они хотят ответить на наши вопросы. В итоге беседы участники открытого диалога пришли к выводу, что активизация молодежи в развитии белорусского общества просто необходима.